Пусть зима будет теплой! Сеть гипермаркетов «Эконом.Мир» С первым серьезным снегом в Довокузнецк вернулся и большой хоккей. В дебютном матче домашней серии «Металлург» в дарце спорта принимал подмосковный «Витязь». Команда из Подольска, которая раньше была известна в основном по рекордам заработанных штрафных минут, в этом сезоне все силы бросила непосредственно на игру. И вовсю борется за попадание в восьмерку сильнейших клубов западной конференции. Во встрече середника Запада и аутсайдера Востока далеко не сразу стало понятно, кто есть кто. В стартовой 20-минутке лидеров гостей, в том числе и звездного форварда Максима Афиногенова, просто-напросто не было видно. Инициативой безраздельно владели столевары, которые постоянно создавали моменты у ворот «Витязя». К несчастью для Кузни, голкипер Иван Лисутин действовал безупречно, а в одном из эпизодов его выручила штанга. Достойно. Я считаю, сейчас игра сильно изменилась в лучшую сторону. Мне, во всяком случае, понравилось. Думаю, наши все-таки победят, а то проигрывают все время на выездах и на своей территории. Надеюсь, сегодня выиграют все-таки. Второй период у нас все плохой, но вот сейчас мы и посмотрим, как они научились второй период играть, нет. Начало второй-третьей игры стало продолжением первой. «Металлург» вновь устроил осаду ворот Лисутина, которому работы хватило, пожалуй, на пару матчей вперед. Своей активностью столевары заставили игроков-гостей нарушать правила, что вылилось в возможность в течение двух минут разыгрывать большинство в формате 5 на 3. Как позже выяснилось, этот момент стал ключевым в матче. Гости успешно отзащищались, а затем сами забили два гола с интервалом в 40 секунд. Сначала шайбу в ворота «Металлурга» переправил канадский защитник «Витязя» Логан Пайет, а затем индивидуальным мастерством блеснул Максим Афиногенов. Сначала вышел, начался 2-1, сначала натянул, хотел бросить, потом смотрю, хотел отдать. Игрок упал, братарь упал на меня, но еще раз показал, что было отдавать. Неудобно играл, там невозможно было отдать, перекрылись. Игра неплохая, но опыта не хватает все равно, на мой взгляд. Сработала поговорка «Не забиваешь ты, забивают тебе». Причем два раза. Два удаления не забили, даже три, две шайбы в ответку получили. Собственно, все. В третьем периоде «Витязь» предсказуемо отдал шайбу «Металлургу» и все внимание уделил обороне. Надо сказать, свою задачу команда из Подольска выполнила отлично. Большинство атак Столевара завершались еще в средней зоне, а когда дело все-таки доходило до владения Лесутина, галкипер действовал сверхнадежно. Он в итоге, отразив 37 бросков, стал главным творцом победы подмосковного клуба со счетом 2-0. По отдаче, по желанию вопросов у меня к ребятам нет, но вот эти моменты, недорабатыванные пятачки и минутная расслабленность, когда мы пропустили, мы в втором периоде два гола за 40 секунд, это, конечно, надо убирать из нашей команды. Такой переломный момент был, когда мы играли втроем, и ребята смогли выстоять, не пропустили, и после этого, в принципе, сразу же забили. То есть, это, я считаю, главный момент, и, конечно, как всегда у нас в радаре взорвался и галсон. Следующий матч с двукратным чемпионом, мало кто верит, что «Металлург» сможет взять очки. Какого ваше мнение? Ну, для нас нет там чемпиона, чемпиона. Мы на каждую игру выходим, чтобы победить. Особо настроено их, как на все игры будем настроиться. Все самые свежие новости из Тана Столеваров узнавайте первыми на спортивном портале Новокузнецка. Не забывайте подписываться на наши обновления, приходите на стадион и болейте за «Металлург».